Здравствуйте, дорогие раки, дорогие любители гаданий, любители знати будущего. У нас будет пророчество о судьбе от гигантского Кроули на июнь 2024 для вас. Что вам рассказать про этот июнь? Никаких особенно значимых астрологических событий мы в этом месяце не ждем. Как всегда, как фигура на шахматной доске переставляется, меняет свое положение. Планеты, которые, конечно, определяют наши судьбы, но это все стандартные, предсказуемые, довольно регулярные транзиты. Из интересного только весьма-весьма правильное и достойное положение Меркурия. С 3 до 17 июня Меркурий, планета, которая выбирает за нас каждый наш день, будет на своем месте в своей обители в знаке Близнецы. И это время может оказаться очень удачным во всех смыслах. Оно удачное для поездок, для сделок, для покупок, для переговоров и новых знакомств. Пожалуйста, используйте энергию вот этого правильного в этот раз. Меркурий для того, чтобы поправить, например, свои финансовые дела, для того, чтобы чему-то научиться, для того, чтобы успешно сдать экзамен или для того, чтобы найти новую работу. А вот поговорить с вами, пофилософствовать я хочу о другом. Думали ли вы когда-нибудь, дорогие раки, о том, что проживаете сейчас лучшую версию вашей жизни? Вот мы постоянно жалуемся. Жалуемся на плохих соседей, на маленькую зарплату, на пробки, на дурную погоду. И предполагаем, что должно быть лучше, что где-то там, вдалеке, а кто-то, может быть, и имеет ретроспективный взгляд и оплакивает прошлое, была или будет лучшая жизнь и лучшая версия вас самих. Но подумайте о том, что окружение каждого дня, вот эти мелкие и крупные события, заботы каждого дня, это и есть тот самый набор, который оптимальный, идеальный набор, идеальный торт, идеальный винегрет, который придумала для вас вот эта вот мудрая вселенная. И ничего более оптимального, лучшего, более счастливого, более гармоничного с вами быть просто не могло. Это я называю лучшей версией жизни. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно узнать ваше мнение. Как вам кажется, вот вы, лично вы, проживаете лучшую версию вашей жизни? Или вам по-прежнему кажется, что могло бы быть лучше? Если бы вы, ну, например, пошли учиться в другой институт после школы, или если бы вы замуж за другого парня вышли, или если бы вы поселились в какой-нибудь другой стране или в другом городе, напишите. Нам очень интересно. Я думаю, что такие комментарии и вообще именно эта дискуссия может заинтересовать многих, и дискуссия может развернуться очень-очень жарко. И к чему это я? На самом деле карточное гадание и сегодняшнее наше предсказание не исключение описывает нам одну из версий, один из возможных вариантов развития событий, развития вашей судьбы. А остальные варианты, конечно же, не реализуются. Они остаются запасными, как футболисты на той самой скамейке. Они ждут своего часа. А кто-то так и не поиграет, не выйдет на поле и просто удалится. Домой заберем. Явно кисала. Итак, гигантская кроули для рака. Впереди июнь 20-24. Опытные зрители уже знают, как правильно обращаться с предсказательной системой Таро. Вы знаете, надо задавать вопросы. Кто успел, кто постарался, кто задал вопрос, тот выиграл. Тот получил для себя точный ответ. И самое полезное предсказание. С замиранием сердца. Зря волновались. Изобильная десятка кубков. Карта эта так и называется. Изобилие. И обещает вам счастливую, безбедную жизнь. Определенную сытость во всех смыслах. Я имею в виду не только возможность насыщаться. И не только дома ужинать. Но и сытость, какую-то утоленность, жажды эмоционально. Эта карта действительно про счастье. Когда вы любите любимое. Когда вы окружены подходящими людьми и теми самыми своими. Потому что карта коллективная. И часто это указание именно на людей, на какую-то компанию, на какой-то набор людей, которые вам именно теперь так сильно нужны. И которые для вас именно теперь так отлично подходят. Десятка кубков. Ваш шанс создать семью, например. Ваш шанс валиться, попасть в семью. Очутиться и быть принятой. Чужой может быть семьи. Это ваш шанс отлично. Интегрироваться в новом трудовом коллективе. Это ваш шанс, в конце концов, оказаться в очень интересном и достойном окружении. Даже в какой-то туристической поездке. В том самом турецком отеле. По программе on-inclusive. В общем, ловите. Время очень изобильное. И не раз, дорогие раки, поймаете вы себя на мысли о том, что как же чертовски хорошо жить. Отличное начало. Отличное начало. Что советует Десятка кубков? В первую очередь оглядеться. Посмотреть вокруг. И заметить, выделить вот этих людей, от которых только это счастье излучается. От которых только и идут вот эти вот счастливые вибрации к вам. Не помню, кто-то из великих сказал, что истинная роскошь. Тоже напомните в комментариях. Напишите, пожалуйста, авторство. Популярная фраза, но не помню автора. Настоящая, единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения. Для всех актуально. Но для рака, который такой зависимый от среды, который всех хочет любить, но ждет, что его полюбят. Я думаю, эта фраза – это вообще девиз, девиз жизни. Любой рак может вот эту фразу прямо на маечке себе написать. Правда? Угадала? Да что тут гадать? Я и так все про всех. Ой, знаю, работа такая. Далее. Еще лучше, посмотрите. Не хочется здесь рыдать от восторга и задыхаться. Обойдемся без придыхания. Но парочка карт вам достается прекрасно. Рядом восьмерка Пентакли. Отсылка к деньгам, потому что Пентакли – денежная масть. И, конечно, конечно, дисков. Да, восьмерка дисков. Говорит она о выгодных вложениях, о хороших покупках, которые сопровождают этот месяц. О каких-то правильных, грамотных инвестициях. Интересно, что восьмерка кубков – это не только деньги, которые приходят. И не столько деньги, которые приходят. Здесь даже лучше то, что это деньги, которые очень правильно тратятся. Очень грамотно. И она призывает вас, как это ни странно, не жадничать. И, в общем-то, деньги не жалеть. Потому что именно в этом июне появляются возможности потратить деньги на действительно стоящие вещи, которые в будущем принесут отличные дивиденды. Что это за расходы? Ну, например, это расходы на образование собственное или это вложение в учебу собственных детей. Не обязательно. Чужих племянников, например, тоже хорошо. Это могут быть деньги, которые вы вкладываете, ну, не знаю, в какое-то строительство, в строящийся дом. И цена такой недвижимости будет заметна больше через годы, а, может быть, через месяц. В общем, ловите «Восьмерка Пентакли» и скучная, ответственная, приземленная карта, которая ждет от вас работы в поту, которая ждет от вас взрослости, расчетливости, может быть. А еще, если вы считаете, что обладаете какими-то действительно уникальными, эксклюзивными знаниями и умениями, пожалуйста, поделитесь с другими. Потому что «Восьмерка Пентакли» — это карта мастеров, наставников, репетиторов. Понимаете, о чем я говорю? Снова карта немножко коллективная. То есть, опять я подчеркиваю идею, что вы в правильном и очень благополучном окружении находитесь в этом июне. Слово-то какое! Июнь! И, конечно же, раки! Как же я могла упустить ранние раки? Вы же в июне родились, вы же дни рождения будете праздновать. Поздравляю! Хотя время для поздравлений, главных для раков, оно еще у нас впереди. Но все равно ранние раки, здоровья, счастья вам и денег побольше. Самые сложные люди, мне кажется, из всего зодиака — это ранние раки. Вы так не думаете про себя? Так, появляется фигура рыцаря мечей. Появляется вот эта вот фигура. И приносит нам какие-то казенные весточки. Окрашивает наш склад в какую-то такую взрослую казенную гамму. Вот этот рыцарь мечей — это, безусловно, образ власти. Чтобы для вас эта власть не обозначала. Если вы наемный работник, то это, конечно, портрет начальника нового. Смотрите, какое счастье, какое благополучие, какой порядок в судьбе вашей даже профессиональной есть. Может быть, это как раз потому, что у вас новый начальник появляется. Если вы предприниматель, то и начальство отрицаете. Да, у вас начальства нет. То этот рыцарь мечей — это такая формальная, иногда действительно буквально казенная поддержка в ваших делах. Это какой-то, может быть, документ, какое-то разрешение административное, решение, иногда и судебное, в вашу пользу. Понимаете? Вы оказываетесь здесь под покровительством власть придержащих сил или власть придержащего человека. Разве это плохо? Конечно, это хорошо. Кстати, рыцарь мечей здесь для многих — это образ отца, например. В целом это образ такого покровительствующего мужчины. Одаривает он вас здесь или просто направляет на путь истины. А это не так важно. Важно то, что вы не оказываетесь одни. Важно то, что рядом, вот о чём карта говорит, рядом есть старший, взрослый, более ответственный, более знающий человек, на которого, если что, можно сослаться и переложить ответственность, и если что, сказать. А это он во всём виноват. Он сам пришёл. Пока хороший прогноз для рака. Впрочем, у нас это ещё не конец. Мы хотим про все радости, про все подарки судьбы выпытать судьбу, выпытать карты, колодам. Выжить всё лучшее сразу. Ого, туз мечей. Король мечей и туз мечей, представляете, ждёт вас, дорогие раки. Приглашение. Ну вот в самом буквальном представлении это приглашение на казённую какую-то службу, на какую-то казённую должность. Это тоже очень даже неплохо. Предложение крупное, масштабное, довольно, может быть, спорное и рискованное для вас. Но судьба ждёт, люди ждут, что вы ответите быстро, да или нет. И туз мечей всегда про время, он вас подгоняет. Вам придётся в этом июне принимать срочное решение, потому что кто-то даёт вам на размышления буквально, ну не знаю, три дня приглашения, да, на должность, на работу. Замуж, естественно, если вы собираетесь. Помните, я начала с того, что у вас может образоваться новая семья. И восьмёрка Пентакли, карта серьёзных намерений. Далее даже есть портрет потенциального героя и даже есть уже предложение. Предложение о браке и о замужестве – это один из сценариев. Если ваше чаяние июня связано в основном не с карьерой, а с личной жизнью, во-первых, это правильно, а во-вторых, для таких историй здесь тоже отличный сценарий, очень вдохновляющий. Далее, ну и шестёрка кубков. Я думаю, что нам не нужно даже с вами продолжать раскладывать карты, потому что не надо искушать судьбу. Когда хорошо, значит, давайте сойдёмся на этом, давайте остановимся. Не будем дёргать судьбу за усы, да, не будем приближаться к этому ящику Пандоры, не будем вытаскивать больше карты. Завершим на этом гадание. Шестёрка кубков. Видите, начались десятки кубков, продолжаем шестёрка кубков. Дорогие раки, вот та самая исключительно добрая, благоприятная среда для вас в этом июне. Даже удивитесь, насколько легко с кем-то помириться оказалось. Даже удивитесь доброму отношению людей, от которых вы этого даже вообще не ждали. Ну, от того же злого начальника, например. И шестёрка кубков карта возвращения. То есть здесь есть шанс вернуться в места или вернуться в состояние, что даже более ценно, в состояние, когда вам было хорошо. Вы знаете, шестёрку кубков иногда так образно сравнивают с материнской утробой. Все мы ищем. Если не света, то покоя. И этот июнь вам этот покой, безусловно, принесёт. Дорогие раки, страшно рада вас всех видеть всякий раз на моём канале. Очень благодарна вам за то, что вы верите картам, за то, что вы смотрите мои прогнозы. Спасибо. Увидимся.